Блин, что делать будем, когда заводы закончатся? Да эти заводы очень много, конечно. Посмотришь, все шахты заброшены, все заброшены, блин, практически. А шахты не осталось. Ну да. Я иногда очень остро жалею, что у меня пару лет назад не было такой возможности, как сейчас, поездить по всяким разным объектам. Я бы их застал бы наверняка более целыми. С вами МШ. Я нахожусь в Челябинской области, город Копеиск. За моей спиной находятся руины центральной обогатительной фабрики, которая занималась обогащением угля. Это освобождение его от примесей. Объект довольно такой, тоже забаяненный, но довольно интересный. Был раньше, сейчас, когда я уже приехал. Осталось вон там несколько зданий. Находится большое количество рабочих, которые распиливают металл и чопы. Поэтому мы сейчас немножко походим, побродим, пока нас не выпрут. Поэтому какое количество видео тут сейчас выйдет, я без понятия. Но тем не менее, хоть напоследок заснимем эту замечательную фабрику. Чем привлекают нас социальные сети? Как умиляют хвостатые друзья? Какие шоу в интернете повергают в шок? Могут ли новости быть не только актуальными, но и смешными? ИЧОС ТВ. Канал хорошего настроения. Ну, судя по старым фотографиям, здесь находилось раньше довольно большое количество различных галерей, переходов, транспортерных лент, по которым уголь передавался там с одной точки на другую. Я не знаю, что с ним тут его дробили, либо от камней очищали. Сейчас это вообще тем более непонятно. Если на старых фотографиях видно, что это был целый хаос из этих транспортерных лент, то сейчас тем менее понятно. Но тем не менее, рядом возвышается вот такая вот рукотворная гора, холм. Это пустая порода, которая образовалась в результате работы этого комбината. Ну, а мы с вами углубляемся. Сейчас тут где-то товарищи должны будут быть. Краткая справка. До основания центральной обогатительной фабрики, и лицов сокращенно, в городе Копейск существовала лишь угольная шахта Центральная. В послевоенное время развитие страны и региона шло семимильными шагами, и ее мощности перестало хватать. В 50-е годы в районе Старокамышинска появились еще две шахты – Комсомольская и Капитальная. В то же время построили и ЦОВ. Она занималась обслуживанием этих трех шахт и мокрым обогащением угля. После развала Союза этот конгломерат фабрик стал называться ОАО «Челябинская угольная компания». Добыча угля шла до середины нулевых. В 2005-м году прекратилась добыча на Капитальной и Центральной шахтах. В 2008-м – на Комсомольской. ЦОВ еще трепыхалась. Работы уже не велись, но в отличие от официально заброшенных шахт, ЦОВ носила статус «законсервированный» и охранялась очень хорошо. Но с мертвой точки дело не сдвинулось, и в 2009-м году ее уже активно попиливали. Причины, по которым остановили шахты, банальны – это износ. Они были построены по послевоенным технологиям, которые в 50-е годы приносили прибыль, а сейчас уже давно нерентабельны, да и достаточно опасны. Активно обсуждается возможность провала грунта в районе Копейска. А с учетом большого скопления метана в незасыпанных тоннелях, у них засыпаны только входы, и остатков недобытого угля, Копейск вполне рискует превратиться во вторую централью. Последним гвоздем в крышку гроба всех шахт стала авария на последней выжившей Комсомольской, где в 2008-м году обвалился вентилятор, травмировав двух рабочих. Проверка, созданная после инцидента, признала, что износ оборудования превышает 60%, и работы остановили. Судя по тому, что и на ЦОВ, и на Комсомольской еще какое-то время было шевеление, директора еще лелеяли надежды спасти предприятие. Не срослось. Ну, мы с вами подошли к одной из башенок поближе. Также, судя по отверстиям, которые вот так вот сделаны в ее нижней части, скоро эта башенка рухнет вниз. Буквально за стеной, если немножко прислушаться, слышно, как работают газовыми резаками товарищи, которые распиливают металл здесь. Ну что ж, посмотрим, сейчас подойдем поближе к ней, к башенке этой. То есть никаких высоких технологий. Здание будет снесено следующим способом. Вокруг отверстий оборачивают тросом, подъезжает какой-нибудь тягач гусеничный и вырывает просто кусок здания. Потом еще кусок, потом еще кусок, потом еще кусок. А потом... Одна, ну, я не знаю, гордость это советского, советской промышленности, но в любом случае то предприятие, которое помогало снабжать людей углем, оно просто рухнет, рухнет вниз. К нам подошли двое рабочих и рассказали несколько интересностей про это, про эти шахты. И вот я вам вкратце кое-что перескажу, что они же рассказывали. Во-первых, по поводу отверстий в здании. Ну, как вы поняли, его будут сносить. Здесь уже снесенное здание, здесь еще не снесенное здание. Упадет оно недалеко, то есть, ну, собственно говоря, вот крайний кирпич. Вот, досюда оно примерно и рухнет. Вот такие вот дела. Поэтому мы так пришли и подумали, блин, как же интересно будут вытягивать последние куски кирпича, когда оно уже будет на тоненьких ножках держаться, когда колос станет на глиняных ножках. Ну, на самом деле, все просто, продумано и так далее. Те ребята, которые здесь работают, им нужен только металл. Они даже не будут вывозить эти кирпичи. То есть, здесь идет полнейший дестрой ради добычи металла. Строй здесь ничего вроде как не предполагается. По крайней мере, они не в курсе. Ну, и в принципе, кому здесь нафиг надо что-то строить? В июле. Ну, вот, считай, за полгода. А тут что-то строить будет? Или так просто снести, да и все? Сломались, ебались. Ну, вот стенка, считай, вот она. Ну, я понял, да, что она была. Вот она вся здесь, никто ее не подгребал. Не гребли, никуда не достал. Как она ложилась, а вот она вся лежит. Потом вы вывозить будете этот хлам? Да, нахрен, не надо. На, с отдела маленьких. Да, мы никого выберем, а у нас ничего не надо. Дверь лифта, тип грузовой. Грузоподъемность 3-2 тонны. Что у нас осталось от лифта? У нас от лифта не осталось ничего. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин. Только огроменная шахта, входящая вверх. Жесть. Ну, на Рубантрипе в описании объекта говорится, что, значит, предположительно существуют переходы на нижние горизонты. Ребята нам сказали, что так оно и есть в действительности. Уголь, значит, это предприятие занималось обогащением угля, то есть, да, его, избавлением его от примесей. Уголь добывали здесь, непосредственно, в этих местах. И привозили с других шахт. Так как здесь уголь был крайне такой, бедный, видимо, по запасам углерода, по задержанию углерода, его размешивали с другими сортами угля и уже отправляли на фабрики, которые им пользуются. Сильно с ним уголь был бы, ни одно предприятие бы не взяло этот уголь, он бы не горел. Ага. Ну, понятно, его разбодяживали. Его бодяжили, вот в Красной Горнячике очень хороший уголь был. Его бодяжили и уже... А то, чем бодяжили, везли в вагонами. Ага. Значит, за моей спиной находится как раз это здание, А вот здесь находился где-то наклонник, который... По которому уголь поднимался с глубины 630 метров. 630 метров. Это более чем полукилометра. То есть туда, грубо говоря, уходит этот наклонник. Транспортерная лента. Как сказали те самые рабочие, длина транспортерной ленты достигала в районе 4 километров. То есть можете себе представить, какие тут вообще объемы были... Ну, не объемы, а даже длины, да, вот этих всех конвейерных лент. Ну, и он, в конце концов, подавался сюда наверх и так далее. И так как здесь занимались еще и другими сортами угля с других фабрик, поэтому тем самым можно объяснить такое количество в прошлом всяких разных этих транспортеров, которые вот эти наклонные. Здесь уклон идет на 630-й горизонт. Это 630 метров. И оттуда лента. Транспортер вывозила сюда, а здесь облегчали. А, ну то есть сразу на них. А переворотная, это везли с других шахт. Сейчас мы с вами подойдем к такой штуке. Видите, такая труба торчит. Неприметная. С трубкой. А здесь берут пробы на метан. То есть где-то под нами находится наклонник, который уходит на эту глубину. И периодически здесь проверяют, берут пробы на метан. Потому что говорят, что здесь метана довольно много. 7,8%. Ну, это со слов ребят, которые тут работают. Содержание метана было в одном из предыдущих замеров. А вон, видишь, труба торчит. И шлангочка из нее торчит. Да. Они подтуда метал замеряют. МЧСники приезжают, вот замеряются. Ахунтина оттуда. Ну, он не так же, он не этот. Его не почувствуют. Он не пахнет, да. Я же тоже тут этот пиздогляд смотрел. Там было... Короче, 7,8% он умерял. Поцентов? Да. Ну вот, собственно говоря, вход в саму шахту. Вот он уходит вниз. Здесь закопано. То есть здесь не пройти. И вот она вниз-вниз-вниз-вниз-вниз пошла. Вон там ребята рядом с трубкой стоят. И куда-то под гору ушла на глубину полкилометра. Что, сейчас не попасть? Шахта, наверное, взорвана, да? Не, она не взорвана. Засыпана. А на перимушке стоят. Тут перимушку стоят. Затоплено. Ну ты туда не попадешь. Ну понятно. Там, наверное, грунтовыми водами уже все это будет. Да и грунтовыми водами даже до грунтовых вод ты реально зайдешь. Потому что... Газами, да, да. Да, да. Да, да. Процент внестана, да. Не, конечно... Ой, конечно, вы мне можете предложить... А МШ, давай-ка раскопай вход и посмотрим, что там внизу. Но я хочу как-нибудь съездить на другую действующую шахту. В другом... Далеко в другом районе. И я думаю, что это будет лучше, чем копать мерзлую землю. К тому же под угрозой надышаться метаном. Ну и вообще как-нибудь там взорваться. Хотя это, блин, было бы, наверное, красиво. Взрывающийся МШ. Глаз МШ парит и высоко в небе. Ручка повисла. Нет, кровавая. Happy 3, friends. Нет. Нет, нет, нет. Ну я не шахтер, но, насколько я знаю, процесс выдачи угля на поверхность называется выдача на гора. Ну и вот там он как раз происходил. Ладно, давайте побродим еще. Вроде нас пока не выгоняют. И это очень радует. Мне нравится наша страна. Но, как всегда, все сделано немножко через задницу. Чтобы понять, что мы находимся на какой-то там охраняемой территории, нужно спуститься с этой рукотворной горы. И тогда мы увидим табличку проезд и проход посторонним запрещен. А так как мы вышли с той стороны, там ничего нету. То, соответственно, мы ничего не видели. Ничего не знаем. Входим в корпус номер 2, категория B. Категория B это, наверное, по взрыву пожара опасности. Идем вот к этому заброшенному зданию. Кстати, то, что предприятие раньше занималось углем, заметно даже сейчас по таким вот черным пыльным наносам на белом снеге. Мы видели замечательную стену здания. Думаю, что оно более-менее целое. По факту оказывается, что оно нифига не целое. Его очень качественно разнесли. Болтаются светильники. Здесь, наверное, были какие-то производственные помещения. Рядом находится вот такая вот винтуха. Винтшахта. Судя по всему, потому что... Ну да, оголовочек. Потому что больше никаких лесенок не нету. Но надо зайти и посмотреть, что там. Ну что ж. Честно говоря, лезть в эту угольную тему не особо хочется. Но вот... Что у нас там находится? А там все засыпано снегом. Ничего интересного. Все засыпано. Все открыто. И свободно. А еще можно получить кирпичом по голове. Потому что лучше отсюда убраться подальше. Я зашел в эту зданицу разрушенную. Посмотрел на лестницу в никуда. Главное здесь не переломать ноги. И никогда не провалиться. Как видите, есть люки. Есть обломки кирпичей. Поэтому ходить здесь опасно. Особенно из-за того, что под снегом ничего не видно. Советские производственные помещения всегда были отделаны капелем. Капеля много, капеля не жалели. Такая интересная наклонная штука. По ней, может быть, сцепался уголь. Может, еще что-то. Там, наверное, какая-нибудь рассморсированная лента находилась. А здесь он так, сам по себе сцепался. Может быть. Может, не так. Может, здесь он, наоборот, какими-нибудь ковшами поднимался наверх. Спуск вниз наверняка там был какой-нибудь мошзал этого конвейера. Ага. Ну, вот я зашел за стенку. Скорее всего, здесь все-таки его поднимали. Потому что вот, пожалуйста, бункер отсыпочный для отсыпки. То есть там он наполнялся. И здесь производили отсыпку куда-либо. Может, здесь еще какой-нибудь конвейер был, по которому уголь шел куда-нибудь дальше. То есть технологическая цепочка, как я понимаю, вот оттуда. Уголь шел туда, поднимался и в бункер. Ну, это так. Не знаю, может пригодится когда-нибудь кому-нибудь, кто будет изучать историю данного объекта. Ну, и если спуститься вот сюда вниз, как я сказал, вот в помещении ваш зала. Действительно, комната еще с углублением. Но здесь металлические такие ходки. Там стоит баллон с пропаном. И туда мы не полезем, потому что сейчас пойдут рабочие и скажут, какого фауса. И уже рабочие расстроятся, а не чоп. Ну, а вот и этот бункер цепной и подъем для угля. Это Нория, я не знаю, как это вообще называется. Со стороны. Мы обходим, видимо, главное какое-то здание. Производственное или административное. Ну, наверное, производственное. Интересный такой момент. Что же раньше там было? Видите, киркевичам заложено. Может, окошко. Может, еще что-то. Тоже такое чувство, как будто следы от попадания каких-то снарядов. Но здесь военные действия не велись, поэтому... Ну, не знаю. Но интересно. И, к сожалению, вряд ли мы это когда-нибудь узнаем. Мы гуляем по окраинам так, чтобы не попасться на глаза ЧОПУ. Обходим это здание за стороной. Там ведутся интенсивные работы по распилу. И чешем к этому кругленькому зданию. К этому. Скорее всего, это была какая-нибудь насосная станция. Канализационная. Ну, по крайней мере, типичная. Ну, здание один в один с теми, что кое-где стоят и у нас в Санкт-Петербурге. Стакан бетонный, разделенный напополам такой бетонной перегородкой. С той стороны примерно то же самое будет. Там внизу должны были быть стоять насосы, которые откачивали всякие разные воды в систему канализации. Вход во вторую половину этого здания замерз. Ну, и ладно. Там, в принципе, увидим примерно то же самое. Потому что у меня есть смутное чувство, что насосы там вряд ли остались. Мы хотим попасть в то здание. А входим вокруг, чтобы нас особо тут не пасли. Ну, и как раз идем мимо вот этих вот террикончиков рукотворных. Отвалов пустой породы. Как они вообще делались? Видите, такой довольно характерный хребет на этой горе. Он идет наклонно. По нему шел либо транспортер, либо какая-нибудь скоколейка. Надеюсь, скорее всего, транспортер. Который постепенно наращивался по мере роста этой горы. Отвал пустой породы шел. Вбок и перед передним краем этого транспортера. То есть, таким образом, чтобы обеспечить заданные параметры этого откоса. И таким образом гора потихоньку росла. Вот по мере удаления туда вот вдаль. Она росла вверх и в стороны, вширь. На спутниковом снимке, я думаю, как раз хорошо это очень видно. Ну и, скорее всего, вот это вот маленькое одноэтажное здание, в котором ничего нету, было выходом, точнее, началом этой транспортерной ленты, которая пустую породу транспортировала. Их, я думаю, тут было несколько, потому что вон тут еще одна горка. Но так как ее либо срыли, либо ее размыло, непонятно, где у нее начало было. Ну вот и все. Нас попросили удалиться. Мы уходим по тому зданию, которое вот с одной стенкой, но без потолка. Вот она и вся центральная богатительная фабрика. Эвакуируемся мы вдоль такой вот галереи. И, зайдя, так, заглянув в нее, я понимаю, что здесь угля лежит, видимо, еще немерено. Либо пропитанных угольной крошкой камней. Потому что пылюга здесь знатная. Да и видно по ветру из-за того, что здесь идут интенсивные операции сноса, пыль эта поднимается, и вот снег такой вот темный. Может быть, это были местные запасы угля. В этом я не уверен. Ну, естественно, мы сейчас еще, может, где-нибудь, куда-нибудь поберемся, пока нас уже пинками не вытолкнут. Точнее, либо пока мы не салим, либо пока не появится угроза того, что вызовут оперативников. Как вы помните, начало видео у нас было вот около этой башенки. И здесь рядом находилась понижающая подстанция, которая запитывала весь этот объект электричеством. Ну, я не знаю, ближе есть смысл к ней подходить, нету. Потому что там сейчас активно как раз пилят, поэтому, я думаю, не будем мы нервировать. Местное рабочее население. Предупреждающие плакаты. Предупреждающие, запрещающие, предписывающие, указательные. Заземляно. Предписывающие работать здесь. Запрещающие не включать работы на линии. Либо работают люди. Предупреждающие осторожно, высокое напряжение. Ну, что-то типа того. Как она у нас была запитана? ФИДР-12, подстанция на КОВ-3. ФИДР-13, вентиляция. Хорошо, что еще хоть что-то подписано. Можно так немножко почитать, понять, что откуда. Но сама, видимо, трансформаторная находится вот. Находилась. Потому что вон там ПСТ, КОВ-3. Но, как вы думаете, остались ли там трансформаторы? Вопрос риторический. Ну что ж, мы покидаем территорию этой фабрики. Мы просто идем в наглую по территории, идем в сторону выхода. Нам там что-то кричат, но нам по барабану. И всегда меня, конечно, умиляло, когда... Ну, понятно, мужики особо не виноваты, что их сказали работать-то, работать. Но все равно это воровство металла, разграбление. И когда те, кто занимаются таким нехорошим делом, норовят вызвать милицию, это меня очень умиляет. Но самое, наверное, жестокое было на Морозовском угольном разрезе, когда прямо вот сказали, у нас металл убивают. Ну, жесть вообще. Но ставка, конечно, вышел очень грустный такой, печальный, я бы сказал бы. Поэтому надо как-нибудь развеселиться и подняться на эту металлическую хрень. Да-да-да, я тоже на нее лазил. Правда, без фоток у меня тогда не было. Правда, без фоток у меня. Правда, без фоток у меня. Правда, без фоток у меня. Любазь. Правда, без фоток у меня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот еще разок с высоты до предприятия, где мы с вами побывали Дует такой легкий прохладный ветерок, температура минус 20, все душевно Через год, наверное, здесь изменится все еще в более худшую сторону Не станет многих построек И когда полностью выпилят отсюда весь металл, рабочие отсюда уйдут И больше здесь ничего не останется Мне чего-то там кричат Я уж сам не знаю, что мне там кричат Но как бы мне по барабану Что мы еще можем видеть сверху? Железнодорожная станция Которая, видимо, служила Для приемки И отправления вагонов с углем Бежит собачка Причем так очень оперативно Но на собачку нам как-то по барабану В общем, такие вот дела Такой вот он ЦОВ 2014 год, январь Рабочие говорят, что еще в июне 2013 года Здесь практически все было цело и не тронуто Но, как видите, работает интенсивно Ну и что я хочу вам сказать в заключение Конечно, то, что вот так вот пропадают предприятия То, что кроме металла у нас сейчас ничего никому не нужно Выгодны только те добывающие отрасли Где можно сразу и много заработать и отбить вложенные бабки Это, конечно, печально С другой стороны, надо понимать Что сейчас тоже отопление в основном ведется на газу Как я вам когда-то уже говорил Сейчас не нужны такие высокие трубы, как раньше Когда вот они там по 100, по 200, по 300 метров строились Сейчас не нужно так много угля, как раньше Поэтому эти отрасли потихоньку загибаются По крайней мере, самые такие вот слабые, которые были Эта шахта добывала очень плохой уголь Которые приходилось размешивать с остальными, с другими марками Которые добывались в других шахтах И поэтому, естественно, как только, наверное, союз распался Она и пала жертвой этого развала и никому не нужности Могу сказать точно, что через год здесь, наверное, уже будет ровная местность И только такие маленькие холмики кирпичиков будут напоминать о том, что когда-то здесь было большое предприятие На этом я с вами прощаюсь, с вами был МШ, Челябинская область, Копейск Я поехал дальше, пока-пока Подписываемся и лайкай, не забываем